МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а жительница Закамска Юлия Лебедева прокомментировала это сообщение в нашей группе ВКонтакте. Так, да вам, ребята, просто повезло и красота. Вот у нас на Химградской 21 даже ремонтировать никто ничего не пытается. И трещина с третьего до пятого этажа. Мы много раз обращались в родную управляющую компанию, ответа тоже не получили. И вот вам результат. Сегодня ночью в подъезде замкнула электропроводка, которую мы давным-давно просили починить. Такая история. Ну и, конечно, без позитивных телезрических кадров мы вас тоже не оставим. Вот, пожалуйста, фото от Андрея Гизятова под названием «Горячая любовь холодных снеговиков». А это фотография от Ирины Веприковой. Очень необычная и пушистая ёлочная игрушка по имени Буся. Очень она любит на ёлочке сидеть. Конец декабря для взрослых – это срочное доделывание всего, чего не успели за год, и непременные новогодние корпоративы. А у ребятни конец декабря – это время новогодних ёлочек. Вот на одну такую мы приехали сегодня повеселиться в центр досуга Матавелихинского района. В центре досуга новогодняя игровая программа «Хранители Нового года», где детки встречаются с феей, с зайцем, кромешницей, ледяным джеком, ну и, конечно же, с Дедушкой Морозом. Программа продлятся до 30 декабря. Слава Христа! Мы не подвели итоги конкурса на лучшую новость вчера, сделаем это сегодня. Сегодня победителем становится Галина Черепанова. Именно она порадовала нас чудесной компанией снеговиков, блюстителей порядка на дорогах. И даже стихи по этому поводу написала. Дорогая Галина, вам достается в подарок торт сметанный от торговой марки «Эрнест». Торт сметанный торговой марки «Эрнест» – это стопроцентный успех за праздничным столом. Одного кусочка всегда мало. На этом Игорь Гиндис и Валерий Шикунов заканчивают свою сегодняшнюю работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете. Обязательно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Ну, а на сегодня это все, друзья. Свидимся, спасибо, удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok